хотел бы описать металлоконструкцию монолит монолит усиленный монолит мозг в принципе на примере вот этой конструкции это стандартная конструкция монолит абсолютно ее стандартная конструкция это внешние внутренние листы 2 миллиметра ребра жесткости расположены сеткой то есть два вертикальных ребра жесткости одно поджимает полностью замки второе максимально распределяют нагрузку на антисрезы забирает нагрузка спите и 7 горизонтальных ребер жесткости внутренний лист монолита стандартного также 2 миллиметра и кроме этого подложен на всю замковую часть на всю замковую часть еще 4 миллиметровый лист замки обтянуты 6 миллиметрами изнутри это стандартная конструкция монолит это стандартная в данная конструкция имеет усиление скала то есть это вся притворная часть двери добавляется на ней 4 миллиметра металл кроме этого вся замковая часть также усиливается 47 4 миллиметрового металла то есть замки получается обтянуты 10 миллиметрами с внешней стороны и 6 миллиметрами как в стандартном аналите с внутренней стороны притворы получается в таком случае 10 миллиметров эти 10 миллиметров полностью защищает всю замковую часть ключевые отверстия минимальные любой модели монолит кроме этого в стандартной комплектации идет каленая пластину 2 до 6 миллиметров в данном случае это усиленный монолит так так как у него поэтому у него установлена 6 миллиметровая каленая пластина 6 миллиметров это вот эта пластина либо двухмиллиметровая поменяют все на верхний замок идет также каленая пластина на весь корте замка минимум 2 миллиметров как у всех либо 6 миллиметровая наша фирменная броненакладки комплектуются которыми двери монолит это стандарт видео броненакладка с юбкой ази фауста мне очень толстая шайба есть юбка то есть крепление с внутренней стороны вырвать в принципе представляется возможно накладка монолит фирменный дверь укомплектованной мы не применяем вот такие броненакладки которые не имеют юбки у которых очень слабые шайбы но и тем более мы применяем броненакладки типа колен такая вот дверь монолит усиленный